Музыка Итак, мы действуем последовательно. Мы во второй части теории групп, в теории непрерывных групп, сначала проходили теорию, 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 а потом приложение в конце, так же, как было с дискретными группами. Вот мы дошли уже до приложений. Сегодня будет приложение, но чуть-чуть еще перед этим надо рассказать теории. Чуть-чуть нам не хватает теории, чтобы перейти к приложениям. Поэтому тема сегодняшней лекции – правила отбора. То есть уже приложение, тема уже окончательная. В прошлый раз мы с вами разобрались с тензорами второго ранга. Сколько у них всего компонент в трехмерном пространстве? Девять компонентов тензоров второго ранга. Сколько из них в симметричной части, сколько в антисимметричной части. Мы показали, что из этих девяти компонентов в симметричной части шесть, а в антисимметричной части три компоненты. Спасибо. Итак, правила отбора. Первый пункт – симметризаторы Юнга. Тензоры второго ранга. Ранг двойка. Т и житое равняется а и житое плюс с и житое. С и житое равняется с житое. Симметричная часть. Вот я напишу здесь шесть, так вот в рамочке, а здесь напишу девять. Во втором ранге всего девять компонент. Из них шесть в симметричной части. И антисимметричная часть а и житое равняется минус а житое. Тут три компонента. Ну и мы можем эти компоненты... Ну, скажем, ну, неважно. Вот антисимметричный, скажем, тензор – это е и житое, она вектор некий. Вектор А3 компоненты. Можно, например, так. А и житое равняется е и житое на вктое, где в – это вектор. У вектора три компонента. Значит, ну, так, мы для магнитного поля писали в виде матрицы, как бы вектор переписывали. Обычное дело. А вот, когда мы для третьего ранга считали в прошлый раз, у нас там возникли какие-то сложности. И тут как раз лекция кончилась. Поэтому я повторю для третьего ранга, как мы разбиваем тензор на симметричную и антисимметричную части. Т и житое. Значит, С и житое. Я не буду писать, что это симметричная часть. Я так уж обозначил, да? Вопрос. Сколько компонентов в этой части? Всего R равняется 27 компонент. 3 в степени R. Нам надо написать соотношение, которое между собой связывают эти компоненты. Посчитайте, с 27 сколько соотношений, и мы узнаем, сколько компонентов. Ну вот мы для симметричной части что пишем? Сначала пишем на тех компонентах, у которых 3 одинаковых индексы. Ну, никаких соотношений нету. Ну, они сами переставляются. Теперь двух видов индексы. С 1, 1, 2 равняется С 2, 1, 1 равняется С 1, 2, 1. Вот соотношение у тех, где 2 индекса 1, 1 индекс 2, вот они вот эти вот равны должны быть. Давайте тут прямо как бы зеркало поместим и 2, 2, 1 посмотрим. 2, 2, 1 равняется С 1, 2, 2 равняется С 2, 1, 2. Это вот для таких компонентов, у которых два имени у индексов. Вот такие соотношения. Теперь есть такие же точно, где 1 и 3, где 3 и 1, и где 2 и 3, и где 3 и 2. Итого здесь считать надо не С, а равенство. Раз, два, шесть, двенадцать равенств. Двенадцать соотношений связывают эти компоненты. Ну, вы дома как-нибудь все их выпишите. И есть еще, когда все индексы разные. С 1, 2, 3 равняется С 3, 1, 2 равняется С 2, 3, 1 равняется С 2, 1, 3, 2 равняется С 3, 2, 1. Этих 5 штук соотношений. Смотрите, я считаю знаки равенства. Шесть разных перестановок есть. Я написал, что они все равны, поскольку это полностью симметричная часть. Вот у меня двенадцать соотношений вот таких вот, с двумя разными индексами. И с тремя разными у меня пять соотношений. С того семнадцать соотношений. Сейчас. Так, 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 так. Семнадцать соотношений. Сколько остается в симметричной части компонент? Десять. Ну и мы знаем, что тензоры симметричные. Пространство симметричных тензоров у нас изоморфно пространство однородных полиномов. Давайте перечислим третьей степени однородные полиномы, какие бывают от трех переменных. Х в кубе, у в кубе, z в кубе. Х в квадрате, у, x, y в квадрате. Х в квадрате, z, x, z в квадрате. И у в квадрате, z, y, z в квадрате. И еще x, y, z. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это тоже, как оказалось здесь, ну как и должно было быть Это перекрестная проверка Не ошиблись ли мы где-нибудь Вот у нас оказалось 10 компонентов симметричной части Это мы, по-моему, в прошлый раз посчитали А теперь антисимметричная часть Вот тут у нас звонок прозвенел А, один, один, один Ну поскольку переставить их можно Это ноль, да? Это равняется минус А, один, один, один Равняется нулю А, значит, А, один, один, один Равняется А, два, два, два Равняется А, три, три, три И равняется нулю Вот эти, которые все три индекса совпадают Точно равны нулю Теперь давайте разберемся с этими, с двумя А, один, один, два, равняется А, два, один, один равняется А, один, два, один И равняется нулю Два индекса тоже можно переставить и тоже будет нулю Это я написал только те, которые один, один, два А теперь два, два, один После черточки А, два, два, один равняется А, один, два, два равняется А, два, один, два равняется нулю Эти тоже равны нулю Теперь есть такие же, где один и три И, соответственно, три и один Есть такие же, где два и три И где три и один И вот Здесь сколько соотношений? Раз, два, три, поскольку равны нулю Тут их три штуки Здесь сколько соотношений? А здесь Вот смотрите Раз, два, три Умножить на три, девять И еще с той стороны А, зеркало, девять Восемнадцать соотношений Соотношений больше получилось, поскольку они равны нулю А те, которые Все три разных индекса Они не равны нулю Но они Меняют знак Они остаются самими собой при циклической перестановке А, один, два, три равняется А А, три, один, два равняется А А, два, три, один А А Два, один, три Равняется А А, три, два, один Равняется А А, один, три, два При циклической переговоре Антисиметричной части Ничего не меняется Но эти Этим не равны Этого равенства здесь нету Раз, два, три, четыре Здесь четыре Да Да Вот здесь Выше Вот здесь Один, один, два А, три, один А здесь нет, извините Три, два Это я Правильное замечание Я виноват Итак Семь и восемнадцать Это сколько Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ двадцать шесть должно быть до соотношение 3 этих 4 вот эти да они равны минус этому вот так вот да вот еще одно равенство правильно говорите итого у нас 26 условий и в антисимметричной части всего остается одна компонента и почему я хоть мы и ошиблись вначале я сразу сказал что одна должна остаться потому что мы знаем антисимметричный тент и ежика больше никого быть не может это она ежика вот она одна компонента в антисимметричной части и вот смотрите ну что здесь получилось здесь получилась травмная вещь без теории мы не поймем у нас одна в антисимметрии 10 7 11 всего а должно быть 27 16 компонент потерялись вот на этом закончилась лекция куда-то они делись вот теперь давайте разбираться и так как как строится симметричная часть для этого надо определить действие подстановки на тензоре пусть у нас постановка сигмы это 1 r и 1 и r где и 1 и r естественно различные числа это те же самые от единицы d r переставлены в другую в каком-то другом порядке вот так обозначим эту постановку за сигма вот сигма действует на тензор т j 1 j r что будет как ну просто переставляется индекс соответственно с этим правило на место единички ставится и 1 то есть это будет давайте вот мне говорят что я мелко пишу а тут вот совсем надо написать что вот хоть что-то было видно t j с индексом и 1 многоточий j с индексом и r вместо j r t j и r t здесь становится индекс индексом если я мелко напишу то вообще ничего не будет видно вот так вот просто мне на место каждого индекса ставится тот который соответствует постановке действие подстановки коммутирует действием самой группы тензор как-то преобразовывается там превращениях или еще действие какой-то группы эти отдельно и отдельно они сами по себе поэтому мы и можем выделить симметричную часть то есть это будет инвариантное подпространство здравствуй а Инвариантный подпроцент во всем пространстве всех тензоров. Ну меня сразу спросят, а что, вот если мы симметричные части, это что, будет уже неприводимое представление, раз это инвариант? Нет. Инварианты то же самое, такая клетка как бы есть, а остальные нули, вот она сама по себе приобретается. Но эта клетка, может быть, некоторым байзом еще на клетке распадается. Но если бы мне разрешалось не строго говорить, не математическим языком, я бы сказал, что симметричная часть тензора это более неприводимая, чем весь тензор. Ну нельзя точно сказать, это зависит от группы, там, от всего зависит. Это надо в каждом моменте... Ясно, что, скажем, вот здесь одномерная подпроцентка точно уже неприводимая. Тут я могу гарантировать. А симметричная часть, это уж как получится. Вот в данном случае, в 2 на 2, видите, 6, 6, 6-мерного неприводимого группы вращения не бывает. Это еще 5,1. Это пятимерная и одномерная, неприскалярная, и пятимерная пространство бесследовых тензоров второго ранга. Вот в группе вращения, в группе всех линейных преобразований, шестимерная уже неприводимая, например. Итак, определили действие, теперь все. Симметризатор. Симметризатор. С оператор равняется сумма по всем сигма из PR на сигма. Ну и надо еще нормировку впереди поставить. Единец разделить на R факториал. Вот этим оператором, подействуя на любой тензор, получится симметричная часть, полностью симметричная по всем индексам. Например, в первом порядке. T и G плюс T же и пополам. Сигма. Ну там, 2 всего подстановки в группе подстановок из двух элементов, полусумма. Единец разделить на 2 факториал. В третьем порядке, ну понятно, все 6 подстановок и 1 шестая, все 6 разных перестановок индекса, это будет симметричная часть всегда, да? Это совершенно самая понятная формула сегодня. Теперь антисимметризатор. Антисимметризатор. Он пишется так же точно, только надо где-то с минусом брать, где-то с плюсом. То есть A равняется, этот оператор равняется единице, делить на R факториал. Сумма по сигма из П, это группа подстановок из аэроэлементов наших. А здесь будет стоять дед сигма на сигма. Где дед, вот этот детерминат, равен единице для четной подстановки, минус единице для нечетной. Если сигма нечетная, то это минус единица. Вот и все, получится антисимметризатор. Но что это такое? Если посмотреть с какой-то общей точки зрения, раз это инвариантные подпространства, что это за такие комбинации интересные? Симметризатор, антисимметризатор. А оказывается, это просто разные неприводимые представления этой самой группы подстановок. Так, симметризаторы Юнга – это проекторы на подпространство неприводимых представлений. Извините за сокращение, я все время так пишу. Подпространство и неприводимые представления заглавными. Давайте посмотрим с самого начала сегодняшних примеров. r равно 2. r равно 2. Значит, группа у нас уже равняется p2. Это группа, которая состоит из 1,2 и 2,1. Я только вторую строчку от подстановки пишу, для краткости. Ну, квадрата 2,1 равен 1,2. Какие у этой группы есть неприводимые представления? Ну, это группа C2 с точностью до изоморфизма. Теперь мы можем написать, ну, сначала сказать, что мы, раз она Абелева, то у нее все представления неприводимые, одномерные. Значит, что характер и что представление – это одно и то же. есть четное и нечетное представление. Значит, есть симметризатор, который есть 1,2, 1,2 плюс 2,1. И антисимметризатор, который есть 1,2, 1,2 минус 2,1. Видите, просто надо взять вот с этими коэффициентами, ну, которые в данной строчке, сложить их, и впереди поставить правильную нормировку единицы, разделить на R факториал. Мы писали с вами проекторы на виде матрицы, потому что это то же самое, только проекторы в виде подстановок. Ничем не отличаются. Теперь возьмем R равняется 3. Группа тогда равняется P3. Группа Саана изоморфная в нашей группе треугольника любимой. Поэтому мы про нее все знаем. И таблица характеров у нее такая. 1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,0. Значит, симметризатор будет такой. 1,6 от 1,2,3 плюс 3,1,2 плюс 2,3,1, плюс 2,1,3 плюс 1,3,2 плюс 3,2,1. Ну, вот я все написал, что словами говорю, теперь просто явно выписано. Откуда взялся симметризатор? Вот откуда. Это вот эта строчка. Надо все матрицы, все подстановки представления взять с коэффициентами из первой строчки. Все, мы спроектировали на одномерное представление. Всегда будет симметризатор получаться. Антисимметризатор. 1,6 квадратные скобки. Смотрите, я здесь поставил первую строчку циклически, а второй, я у каждой циклически переставил первые две местами. Это антициклически. Значит, то же самое, только первую строчку с плюсами, а вторую с минусами. Потому что здесь стоит минус единичка. Где есть P, там стоит минус единичка у нас в таблице характера. Поэтому у нас будет 1,2,3 плюс 3,1,2 плюс 2,3,1 минус 2,1,3 минус 1,3,2 и минус 3,2,1. Вот он антисимметризатор. Теперь как написать проектор на третье представление. Это и будет еще один, то, что называется частичная симметризация. Давайте его обозначим B. Его строим по третьей строчке. Единицы разделить на 3,2 на 1,2,3 минус 3,1,2 минус 2,3,1. Я взял с двойкой единичную и с минус единицы те, которые R, R в квадрате, то есть те, которые циклические подстановки. И с нулем, то есть вообще не брал те, которые P содержат подстановки. А, ну, это мы можем найти с помощью проектора в квадрат возвести. Он должен быть P, квадрат равно P. Там у нас формула была, а N альфа делить на порядок группы. Тут стоит всегда N альфа делить на G. То есть размерность неприводимого представления делить на порядок группы стоит. Поэтому здесь 1,3 стоит. Ну, можно и не искать, а в том находить, пользуясь тем, что P в квадрате равно P. Проектор в квадрате равен проектору. Потому что то, что уже спроектировали, дальше спроектировать невозможно. Если вместо трехмерного тела у меня тень на плоскости, так эту тень, сколько уже не проектирую, она уже не изменится. Теперь смотрите, что можно сказать про этот именно симметризатор, который 2 на 2. Ну, ясно, что другие группы более высокого порядка, там тензоры пятого ранга, надо подстановки из пяти элементов смотреть. Ну и там больше будет неприводимым. А здесь все закончилось, вот мы знаем, что это последнее. Никаких других симметризаторов нет. Вот этот симметризатор для тензоров третьего ранга с каким свойством обладает? Давайте будем циклически переставлять индексы у тензора. B и ЖКТ плюс BК и ЖТ плюс BЖКИТ. Вот сумма таких вот. Для этого надо написать вот этот симметризатор, в нем переставить цикл, еще раз переставить. Каждая подстановка два раза войдет вот здесь с плюсом, и два раза с минусом в двух других строчках. Поэтому, когда мы все просуммируем, получится ноль. Вот такое свойство для третьего ранга, у этого частичного симметризатора. Что-то вроде тождества и КОБИ. Вот мы и так вот его привыкли всегда записывать в тождества и КОБИ. Поэтому, для того, чтобы определить, сколько у нас в этой частично симметричной части компонент, надо написать опять все вот эти условия, которые из этого равенства замечательно следуют, для трех разных случаев, когда все три индекса одинаковые, когда два имени у индексов, когда все три разные. Итак, одинаковые. 1, 1, 1. Он равен нулю, естественно, да? B, 1, 1, 1 равняется B, 2, 2, 2 равняется B, 3, 3, 3 равняется нулю. Потому что можно переставлять циклички, сумма их будет, ну понятно, что тогда будет ясно, что будет нуль. Теперь два имени у индексов B, 1, 1, 2, плюс B, 2, 1, 1, плюс B, 1, 2, 1 равняется нулю. Я написал, что сумма, ну когда два имени у индексов, вот та самая сумма равна, разница и КОБИ. И, соответственно, B, 2, 2, 1 плюс B, 1, 2, 2 плюс B, 2, 1, 2 равняется нулю. Тут еще есть 1, 3, еще есть 2, 3. А тут, соответственно, есть еще переставленные, то есть 3, 1 и 3, 2. И 3, 2, ну они такие же точно, такого же типа. И еще, когда все три индекса разные. Осталось выписать. Ну давайте я здесь напишу. А B, тут иначе я опущу и не видно будет. B, 1, 2, 3 плюс B, 3, 1, 2 плюс B, 2, 3, 1, равно нулю. И B, 2, 1, 3 плюс B, 1, 3, 2 плюс B, 3, 2, 1, равняется нулю. Это когда все три индекса разные имена имеют. Итак, сколько у нас получилось? Здесь 1, 2, 3. Здесь 3, 3, 6 всего равенства. И здесь еще 2. Итого у нас 9, 11 равенств на 27 компонентов. Значит, в этой части у нас осталось 16 компонентов. Вот вам и скромный частичный симметризатор. В нем компонент больше, чем во всех остальных частях вместе взятых лежит. 16 компонентов вот нашлись, которые потерялись еще на прошлой лекции. Итак, мы про симметризатор, про симметричные тензоры как бы поговорили. Если вам понадобится симметричный тензор, то вы... А вопрос только, как считать характер симметричного тензора. Вот мы хотим в тензорное представление выделить симметричную там или какую-то часть с определенной симметрией и посчитать характер. Для этого существуют формулы специальные. Мы самую простую из них формулу просто получим. Это будет пункт 2, симметризация базиса. Как только эта формула будет у нас в руках, можно переходить к приложениям. Мы к этому и стремимся. Мы эту теорию не... Не потому, что нам сильно нравится изучать, потому что она нам нужна. Проходим. Тензорное представление второго ранга давайте возьмем. R равно 2. D1 умножить на D1. Вот оно тензорное представление. Давайте вспомним, как действует каждая матрица представления D1 на базисные вектора. Мы в прошлый раз это обсуждали. D1 на базисный вектор I равняется сумма GDGI. Ну и можно еще для второго тоже написать. Только индексы надо другим именем назвать, чтобы они не путались. D1 на M равняется сумма по L L D L M. Ну там мы проложили полную систему, и там как раз получились такие матричные элементы. Теперь мы можем посмотреть, как это тензорное представление действует на прямое произведение этих базисов D1 на D1. Действует на I умножить на M. Будет сумма по G запятая L G умножить на L DGI DLM. Ну вот, значок означает, что каждый M и L, каждый живет в своем пространстве и знать не знает про то, что происходит в этом ортогональном пространстве. Там своя жизнь, тут своя жизнь. Значок это просто разделитель. Вот мы разложили тензорное, и мы это уже делали. Ну там мы там для произвольных двух, а тут для двух одинаковых только. Даже еще, сейчас более частный случай, чем тот раз. А теперь давайте симметричную часть разложим. Как нам симметричную часть разложить? Для этого нам надо симметризовать базис. Вот у нас называется этот пункт симметризации базиса. Давайте введем такой базис. Си-Эс равняется 1,2. И на M. Плюс М на И. В симметричном. Посмотрим, как действует вот это тензорное представление на симметричном базисе. D1 на D1 на D1 на Psi сравняется. Одна, вторая. Потом вот это слагаемое, которое мы уже писали. Сумма по G и L. G на L. Умножить на скобку. В первую слагаемое в этой скобке то, что мы уже писали. D, G, I, T. D, L, M, T, G. А во втором слагаемом все то же самое, только M и I надо переставить местами. Вот эти два индекса все то же самое, только переставленные индексы. Плюс D, G, M, D, L, I. Разложив действие тензорного представления симметричного базисного вектора опять по базису, мы нашли просто все, все знаем. Всю матрицу, можно сказать, знаем. Итак, вот у нас такая матрица этого. А теперь давайте, нас интересует характер. Хи симметричный, а G равняется. Чтобы почитать характер, нам надо крайние индексы, вот эти вот, G приравнять ки, G равняется и, а, соответственно, в другой матрице L равняется M. L равняется M. Ну или формально умножить на дельта символы соответствующие и просуммировать. Будет D, I, I на D, L, L. А у второй переставленных матриц будет плюс D, I, L, D, L, I. Давайте опять через характер действовать. Что это будет? Да и что это такое? Это просто характер, да, хи от G. Да, L, L, это тоже хи от G, тот же самый характер. Поэтому равняется 1, 2, Hи в квадрате G. Плюс. А теперь смотри, что такое D, I, L, D, L, I. Это мы одну матрицу умножили на другую, и у произведения потом взяли крайние эти индексы равными, то есть след взяли. D от G на D от G. Вот так вот перемножили две матрицы. Ну что это будет? Это будет D от G в квадрате, поскольку это представление. А потом у этой матрицы берем след. Поэтому здесь будет стоять хи от G в квадрате. Совершенно аналогично. Мы можем получить формулу для характера антисимметричного представления. Для этого надо пси антисимметричное ввести, в которое есть разность вот этих вот, так такой и переставленный. Ну и в ответе будет все точно так же, только будет перед хи от G в квадрате минус. Сами это проделайте. От G. Хи в квадрате, от G. Минус хи от G в квадрате. И так далее. Вы можете теперь для произвольного ранга получать эти формулы, симметризуя базисы. Вот и все ваши задачи и задания таким образом решаются. Просто имейте в виду, замечание запишите, что именно для симметричной части часто бывает проще не вот эти формулы выводить, а просто пользоваться тем, что симметричные тензоры изоморфно-полиному. А вот для симметрии, а тем более для нетривиального симметризатора, вы никак по-другому не сделаете, только получив вот эти формулы. Напишите, не надо даже при подготовке лекций, вам все равно будете задания решать, и вам придется эти формулы где-нибудь получить. И вот вы увидите, что дело нехитрое, эти формулы получать. Пример. Тоже надо немножко руку набить. Пример. G равняется D3, а тензор будет у нас второго ранга. Хи от G мы знаем. 3, 0, минус 1. Почему я догадался, что для векторного представления такой характер будет? Потому что здесь всюду стоит хи от G равняется единице плюс е в степени и фи плюс е в степени минус и фи. Представьте себе такую матрицу 3 на 3, это же векторное представление. Вот у нас только это будет единица плюс 2 косинус фи. И в каждой клеточке надо поставить единица плюс 2 косинус фи. Вот здесь вот фи равно нулю, единица плюс 2 косинус стоит тройка. Здесь фи равно 120 градусов, единица плюс 2 косинус 120, уже многие помнят, чему равно. И последнее, фи равно 180 градусов, здесь получится минус единица. Вот так я узнал характер векторного представления. Теперь характер тензорного представления это просто вот надо квадрат возвести, потому что след от прямого произведения равен обычному произведению следов. А вот значит хи тензорное равняется 27 0 минус не 27 9 9 0 1 извините. 9 0 1 9 0 1 9 0 1 это а мне ну и ясно, что если я сейчас разложу на неприводимые эти 9 0 1 ну вы сами знаете, что получится. Д тензорное равняется. Надо взять ту таблицу, которая у нас там наверху и на каждую строчку этот бокс из ячеек умножить скалярно с учетом весов и разделить на 6 на порядок группы. 9 0 1 на 1 1 1 вот 9 12 2 2D1 плюс D2 плюс 9 2 18 аж 3D3 ну вот обычное разложение тензорного неприводимого. Вот мы сделали. А вот теперь мы хотим с помощью этой нашей формулы найти хи симметричное. это будет 1 2 хи в квадрате от g то есть вот это надо возвести в квадрат будет 9 0 1 плюс а теперь надо написать хи от g в квадрате это тоже единица плюс 2 косинус фи только вместо фи надо 2 фи написать. Теперь значит когда фи равно нулю тоже будет тройка когда фи 120 вместо 120 надо 240 взять а какая разница у него косинус тот же самый косинус 120 уже все знают а 240 тоже уже многие. И последнее вместо 180 градусов будет 360 поэтому здесь просто такая же тройка будет как в первой как в первой ячейке. Ну что 9 0 1 плюс 3 0 3 это 12 0 4 и наизлить на 2 будет 6 0 2. отсюда следует что d симметричное равняется я это 6 0 2 теперь умножаю последовательно все строчки тензора скалярной делю на средняя по группе будет 6 плюс 6 2 d 1 плюс d 2 не войдет будет 6 на 1 минус 2 на 3 да минус 6 d 3 6 на 2 12 2 d 3 все плюс 2 d 3 вот такое получилось разложение и так видите вот из этого всего разложения 2 d 1 в симметричной части а это в антисимметричной части или в какой-то еще ну больше другой нет у второго ранга здесь из d 3 2 d 3 лежат в симметричной части а 1 d 3 лежит в антисимметричной части вот мы все теперь узнаем вот с помощью нашей простой формулы ли симметризации базиса как я получил хи симметричная я взял формулу вот эту которую мы только что вывели это хи в квадрате от g плюс хи от g в квадрате вот это 9 0 1 это 3 0 минус 1 возвел в квадрат просто а это хи от g в квадрате я вместо поворота каждого поворота на угол фи рассмотрел поворот на 2 фи вместо поворота на 120 взял поворот на 240 и подставил формулу единица плюс 2 косинус фи ну и соответственно вместо 120 получилось 240 градусов след остался равным нулю поэтому что 120 240 одно и то же вместо 180 получилось 360 и поэтому там тоже стала тройка вот и все мы симметричную часть то есть но симметричный мы бы из этого мы бы с полиномами могли разложить а вот какой-нибудь антисимметричный а тем более эти частичные симметризаторы вы никак без этих формул не разложите следующий пункт у нас характер чего а вот это для третьего ранга выводить пол доску исписать формулами я не хочу вы сами принцип ясен с формулы вы сами выведите более того для третьего ранга даже будет в этих формулах которые на экзамене лежат там можно пользоваться для третьего ранга даже там будет я все пропускаю по возможности теории только самое главное из нее рассказываю потому что хочу перейти наконец к приложениям о все начинается приложение инвариантные тенсоры T инвариантный тенсор если он не меняется под действием преобразования группы я написал кратко обозначениях наверное перерыв теперь первый вопрос был на перемене и давайте я всем это расскажу откуда взялась вот это вот значение 9 0 1 давайте я допишу и вы себе допишите что это равняется просто х в квадрате G это просто я вот 3 0 минус 1 возвел в квадрат а дальше разложил по обычным стандартным правилам как мы всегда это и делали и так вернемся к инвариантным тензорам что такое инвариантный тензор ясно теперь пусть это тензор ранга R тогда он преобразуется по D 1 от G умножить на на D1 от G R раз давайте D тензорное равняется вот тензор ранга R преобразуется вот по такому представлению а это представление вообще говоря приводимо но чем больше R тем на большее число компонятно естественно будет приводимо и мы можем взять и разложить его в прямую сумму неприводимую будет сумма по альфа к альфа до альфа от G где к альфа кратность сколько раз входит до альфа от G давайте напишем тогда это представление будет D нулевое D нулевое K 0 раз потом будет D первое ну и так далее а здесь будут стоять большие нули вот такая матрица ну давайте я еще одно D первое напишу и напишу что K один раз вот такая большая матрица это блоки блочно-диагональная она будет теперь давайте подействуем этой матрице на тензор чтобы такой большой матрицы у нее всего у нее видите 3 в степени R на 3 в степени R такая матрица поэтому надо тензор в виде одного столбца T1 T2 многоточие T3 в степени R поскольку тензор инвариантный то получится ровно то же самое вот такое равенство написали в самой лучшей системе координат в байсе где матрица распадается вот так теперь давайте это равенство усредним по группе ну пусть конечная группа для простоты то есть напишем единица на G сумма по всем G от всего для того чтобы такую сумму посчитать можно воспользоваться соотношением ортогональности сумма напомню мы его уже писали D альфа V комплексно сопряженная от G D беттовая от G и Ж К Л равняется G на альфа дельта альфа бета дельта и К дельта Ж первые первому с первым не второй со вторым а вот эти верхние которые в скобочках друг с другом вот так пишется отношение ортогональности такие суммы всегда хорошо вычисляются с помощью соотношения но соотношение ортогональности у нас произведение двух матриц элементов двух матриц D и G и D К Л а тут всего одна стоит D где вторая как воспользоваться этим соотношением давайте предположим что вторая матрица равна просто единице то есть матрица один на один равна единице тогда мы можем воспользоваться этим и сказать что если это не ноль то есть альфа не равно нулю это не скалярное представление то вообще ноль получится когда мы просуммируем по группе будет вот что такое когда а когда D ноль вот здесь стоит то это и есть единичка на один умножаем и получается один когда суммируем по группе и делим на порядок поэтому будет K0 единичек а дальше только нули и большие нули здесь T1 TK0 и так далее равняется T1 многоточие TK0 а дальше будут нули потому что единицу когда мы умножаем то там еще как эти T получаются компоненты тензора а когда ноль умножаем так там ноль получается но раз он инвариант значит и здесь тоже надо нули ставить начиная с этого места после K0 следующий уже будет ноль поскольку справа после K0 идут нули то есть слева после K0 будут идти нули все вот он вот он этот тензор записанный в том самом виде где у него наименьшее количество то есть только независимые компоненты и можем сформулировать правило количество независимых или там пишут в книжках линейно независимых компонентов вариантов а тензора равно K0 количество независимых мы доказали ну это очень важный вопрос для приложений подсчет количества компонент независимых инвариантного тензора какой-нибудь там вы не знаю в 14 группе кто-нибудь есть обычно всегда один человек был вот он вот вам пришлось измерить тензор нелинейной восприимчивости у него 81 компонента задали вам такое задание это же вам точно не хватит времени до конца следующего года даже столько компонентов а вы раз ага кристалл с кубической симметрией там значит сколько у него не посчитали там у него там скажем например оказалось там всего 4 ну все 4 потом измерили компоненты он еще и симметричный да еще и вот все и не надо вот 81 измерять отдельно просто в некотором байсе 4 компоненты и все а потом начинаем вращать и он становится каким-то очень сложным объектом а на самом деле в хорошем байсе и можно сразу не предъявляя явно этот базис сказать что вот все вот столько чему равно к ноль то есть другими словами это правило можно сформулировать так сколько раз входит скалярное представление в разложении столько и независимых компонентов но в дискретных группах обычно его называют не скалярным конечно единичным представлением у нас это D1 в группе треугольника называется это представление но в любой конечной группе всегда первое это представление единичное представление давайте пример какой-нибудь рассмотрим а тензор второго ранга группа равняется SO3 то есть возьмем тензор второго ранга который инвариантен относительно всех вращений в трехмерном пространстве сколько у него компонентов что нам говорит высокая наука надо взять тензорное представление D-тензорное это будет D1 на D1 ага а мы в группе SO3 знаем как такие произведения раскрываются у нас есть выведенное правило сложения моментов разложения клепши гардана это будет D0 плюс D1 плюс D2 надо от модуля разности до суммы все варианты перебрать ну или интуитивно 1 и 1 во что может сложиться в ноль в вектор в единицу и в двойку и все с коэффициентом единицы войдут вопрос сколько раз вошло D0 вот оно один раз K0 равняется единице следовательно у этого тензора всего одна независимая компонента ну и более не менее понятно почему T и G T равняется A на дельта и G именно это вы и доказывали на первом семинаре по ФСС что если взять тензор второго ранга в изотропной среде так он только такой может быть никакой другой вы там X в Y поворачивали доказывали что не диагональные равны нуля а диагональные равны между собой это вот он как скаляр такой тензор и ничего другого быть не может вот а теперь давайте эту же самую относительно другую группу посмотрим R равняется SO2 как в SO2 найти ну так же точно D1 на D1 надо перемножать но надо помнить что вот эти вот величины которые стоят вектором представления это они в группе вращений с SO3 они все вместе как бы преобразуются а в группе SO2 это группа трубы трубу можно вращать только вот вокруг одной оси и все на любой угол она непрерывная но одномерная такая абелева поэтому вот эти все три представления это отдельные независимые одномерные неприводимые представления поэтому что надо делать надо хитензорная это будет единица плюс 2 косинус фи в квадрате степень р надо возводить какого ранга тензора в такую степень надо возводить как найти коэффициент разложения К0 надо умножить на характер скалярного представления на 1 и проинтегрировать до фи делить на 2пи К0 равняется единице плюс 2 косинус фи в квадрате и я вот напишу такой значок который в первом семестре использовал успешно что такое проинтегрировать по периоду потом разделить на 2пи все это вместе одним значком обозначается надо усреднить а дальше когда этот значок уже нарисован у вас что-то в памяти же есть что когда косинус в квадрате усреднее будет 1 2 а когда не в квадрате то ничего вообще не будет получится единица плюс 4 умножить на 1 2 и равняется 3 вот в этой группе она не такая асимметричная больше компонентов у тензоров стало целых 3 компоненты что это за 3 компоненты давайте вдоль этой оси Z вокруг которой мы вращаем на угол фи ведем вектор N единичный тогда тензор второго ранга который зависит от одного единичного вектора будет такой а на дельта и житая остается плюс b на е и жкаты Nкаты плюс c N и T NGT вот они три независимые компоненты если у нас есть вектор выделенный или выделенное направление как вы там говорили в эссе вот они все три компоненты теперь G равно D3 третий пример в группе треугольника что будет H тензорная равняется вот у нас 901 ну и мы уже это разлагали вон внизу написано мы его переписываем но самое интересное что нам надо только умножить вот эту вот строчку на первую строчку нашей таблицы на вторую даже может нам только К0 надо мы можем здесь написать 2D1 плюс многоточие остальное нас не интересует мы К0 уже нашли в этой задаче прикладной по счету количества вариантов компонентов нам больше ничего не надо получили двойку ну как двойку это получить вот этот наверное треугольник можно переворачивать N на минус N то есть нечетной степени вот этот вылечит а вот этот останется две всего компоненты то есть интуитивно кажется что цилиндр он такой гладкий а треугольник он колючий вот на самом деле треугольник более симметричный потому что цилиндр нельзя переворачивать а треугольник можно несмотря на то что всего 6 элементов но всего 2 независимые компоненты остается группа треугольника все таки достаточно симметричная хотя и не очень молекулы с такой группой называют это самое средний молекул средней симметрии низкая и высокая симметрия это типа метана и выше группа тетраэдра куба и еще лучше бывает и косаэдра вот то есть средний уже что-то уже появляются двумерные представления а высокая симметрия молекул это когда трехмерные и выше появляются теперь здесь замечание это мы для полного тензора опять все делали а если бы нам надо было только для симметричной части тензора для симметричной для симметричной мы воспользуемся полиномами а для других симметричных частей другой симметрии мы могли бы вот помощью этих формул ну например вот у нас было бы 6 0 2 то есть симметричный тензор в группе треугольника тоже было бы 2 2 независимые компоненты имел там антисимметричный симметричный тензор в группе давайте еще до этого пункта вот хи симметричная в группе SO2 хи симметричная равняется 1 2 вот 1 плюс 2 косинус фи в квадрате плюс 1 плюс 2 косинус 2 фи неплохо такой пример смотрите что он спрашивает про эти симметризаторы вот смотрите я по нашей формуле для которая с помощью симметризации базиса получена нашел просто след чтобы совсем уж а это хи а к 0 равняется хи средняя равняется давайте давайте считать 1 2 1 плюс 4 на 1 вторую плюс 1 косинус 2 фи я даже не считаю в среднем 0 4 на 2 2 компоненты ну да вот оно видите вот это вот антисимметричная часть вот это вот она тоже вот вылетит а вот эти две останутся они в симметричной части симметричной части меньше хи антисимметричная надо здесь поставить минус ну здесь минус соответственно будет 1 да 1 компонента в антисимметричной части то есть тоже можно считать число компонентов поэтому мы получили эти формулы поговорили про симметризаторы потому что такие задачи тоже могут возникать когда тензорин вариантный да к тому же еще симметричный как правило именно такие и возникают и последний четвертый пункт сегодня такой правило отбора название как у всей сегодняшней лекции но это все какие-то правила отбора вообще а теперь уже прямо какие надо правила отбора мы в квантовой механике да не только в квантовой механике честно говоря например в численных методах мы считаем всякие матричные элементы вот такие вот V M N равняется M V N ну их надо много-много посчитать для разных M N такая матрица получается из этого оператора очень хотелось бы заранее знать какие равны нулю но чтобы сэкономить усилие чтобы не считать то что все равно равно нулю если система обладает высокой симметрией то довольно мало не нулевых получается элементов вы сами знаете правила отбора давайте вот обозначим D M представление по которому этот вектор преобразуется ну а здесь он комплексно сопряженный то соответственно будет D сопряженный M T D V это вот этот оператор преобразуется по такому представлению и D N это начальное состояние по такому представлению D исходное представление вот такое вот произведение прямое вот всех вот этих вот видите это не совсем тензор в тензоре они все три одинаковые D1 на D1 на D а тут они три разные ну без разницы как все равно надо это исходное представление теперь разлагать на неприводимое все такими же способами так же действовать давайте напишем что у нас будет D0 D1 D1 и так далее а здесь большие нули а здесь будет стоять V1 V2 и это равняется V1 V2 раз это матричные элементы то соответственно они это числа они не могут измениться действием вот это преобразование группы давайте все матричные элементы какие только могут быть сюда запишем ну так же точно можно написать что как у инвариантного тензора что вот все сохраняется по действиям преобразования группы поскольку это числа а дальше все суммируем по группе ну если совсем строго мы не суммируем а усредняем по группе еще и делим на порядок этой группы ну а если непрерывное то интегрируем делим там на нормировочный интеграл все и пользуемся соотношением ортогональности точно как здесь получается вот такой вот ответ только тут вместо t будет стоять f поэтому я не буду снова писать эту матрицу которая состоит из единицы нулей а прямо сошлюсь на формулу звездочка из формулы звездочка следует такое правило нам не важно сколько этих компонентов важно есть они или их нету вообще переход запрещен если к 0 равно нулю вот такое правило если к 0 равно нулю то все нету никак ни матрицы все равны нулю вот почему я в таком виде его сформулировал потому что правила отбора они запрещают они разрешают переходы если правило отбора разрешает какой-то переход это еще не значит что он пойдет его вполне может запретить какое-нибудь другое правило отбора а если уже запрещено так и все вы ничего тогда не сделаете поэтому правила отбора надо они так названы почему-то я бы их назвал наоборот правила запрета ну назвали как назвали поэтому надо придерживаться принятой терминологии но Но как формулировать, это я решаю. Я вот решил как запрет сформулировать. Запрещены такие переходы, если К0 равняется нулю. То есть это чуть-чуть сложнее представление, чем тензорное, поскольку они могут быть разной размерности ДМ, ДН и ДВ. Но точно так же надо разложить, зато проще, надо просто ноль или не ноль посмотреть. Даже не надо само К0 считать, чему оно равно. Ну, давайте пару примеров рассмотрим. Пример. Ж равно. Давайте с непрерывной группы начнем. Видите, оно в каком-то смысле даже проще, чем дискретное. Сколько мы там знаем, как у нас, у нас есть разложение Клепши-Гардана. У нас ДЖ, исходное представление. Давайте правила отбора по полному угловому моменту Ж, который мы видим, который в квантовой механике, вы знаете, у сложных атомов. ДЖ, Т. Давайте не так. Вот так вот сверху будем ставить, как мы всегда ставили, умножить на Д1, умножить на Д. Давайте здесь Ж-штрих, там, какой-то механике, конечный ставить. Ж-штрих, а начальный зажив. Почему я поставил Д1? Потому что мы рассматриваем дипольный переход. Дипольный момент – это вектор. Ну, он так здесь, как Р преобразуется. Это и есть Р, Е на Р. А вектор преобразуется по представлению Д1. Значит, вот такое будет исходное представление. Мы хотим посмотреть, Ж на Ж-штрих, переход запрещен или нет. Как нам это сделать? Ну, давайте сначала вот эти два перемножим, а потом уже на это. Ну, при Ж больше или равном единице, это будет ДЖ-1 плюс ДЖ-тэ плюс ДЖ-плюс первое. Вот мы два перемножили, а потом мы можем и на третий по дистрибутивному закону. Но нам и не надо перемножить, нас не интересует все разложение. Нам надо, и нас интересует только одно. Войдет ли скалярное представление до ноль в это разложение или не войдет? Скалярное представление всегда войдет, если мы одно и то же на себя какое-то умножаем. Представим, тогда точно войдет. Тогда от L1, минус L2 будет начаться по модулю, то есть от нуля. Скалярное представление входит, если здесь есть два одинаковых. То есть в нашем случае это что? Ж-штрих равняется Ж-минус один. Ж-штрих равняется Ж. Или Ж-штрих равняется Ж-плюс один. Вот и все случаи. Больше никогда не будет входить. Скалярное представление. Поэтому кратко пишется вот так. Ж-штрих равняется Ж, запятая Ж, плюс-минус один. Это опять старая традиция. Оставлять в ответе задачника какого-нибудь. То, что разрешено. Разрешены переходы Ж-штрих равняется Ж, Ж-штрих равняется Ж, плюс-минус один. Впрочем, это при Ж больше единицы. Отдельно надо проверить для нуля и для одной второй. Для одной второй нету Ж-минус один никакого. Ну, для одной второй все то же самое. Ж-минус один не будет. Ж будет и Ж плюс один. Ну, то есть, если вот это выражение имеет смысл Ж плюс один, то есть Ж-минус один не имеет смысла. Ну, тогда и не ставится здесь. А для Ж, равного нулю, оказывается, что если Ж равно нулю, то здесь Д1 на ДЖ будет только при Ж, равном единице, и все. То есть, переход ноль в ноль запрещен, вот так пишут. То есть, когда мы начинаем считать между двумя уровнями с моментом ноль матричный момент дипольного момента, то это поскольку вектор, то там Р на минус Р заменяем под интегралом. У интеграла с одной стороны меняется знак, а с другой стороны, вот поэтому равен нулю. В общем, каждый раз отдельно это доказывают, но это формулируется одним правилом. С нуля в ноль перейти нельзя дипольным образом. Ну, там, двуфотонным можно, подрубольным, там, дипольным нельзя. Вот, так же точно выводится правило отбора по L, по полному орбитальному моменту, по спину, там, по четности. Только по четности будет дискретная группа, таблицу, к которой мы уже писали один-один, один-минус-один. Вот по этой таблице надо смотреть. Другой пример. Группа треугольника. Дипольный тоже переход, а группа, пускай будет группа треугольника. g равняется d3. Как вот, смотря откуда, куда переход, как все это вместе записать? Давайте нарисуем такую таблицу, таблицу переходов из всех неприводимых во все неприводимые. Если у нас из приводимых приводено, разложим по неприводимым. И по этой таблице каждое. И по этой таблице потом определим. 4 на 4 я рисую таблицу. Ну пусть это будет mn, d1, d2, d3. d1, d2, d3. Нам надо какое-то, наверное, другое, да еще загнутые. Дипольный момент. примерно на этом месте у нас это и было написано на стенку, это вектор написано, дипольный момент, надо вот это представить, на какое это умножить и посмотреть, пользуемся в это произведение единичное. Это выполнимая задача, но долгая. Давайте вместо того, чтобы искать входит единичное, вот этим упрощенным правилом, скалерное входит, если есть два одинаковых. Если, чтобы определить, если два одинаковых, надо вот это, какой-то D1 умножить на вот это вот, не единичное, просто сейчас, вот, складываться и, да, и мусор, то есть, возьмем D1, умножим на D1, и разложенные не приводимы. Такие войдут, такие перекопы возможны. Давайте, и я здесь на вашу стрелочку, и будут вот этот характер умножать на первую строчку. Вот. 3, 0, минус 1. Почему вы следите, что нужно? Т1, умножим на D1, умножим на D1, умножим на P1. Все одно, то есть, а первое, умножим на D2, умножим на D2, умножим на D1. и получил ну 3 0 минус 1 1 1 не входит а второе и третье по единичке здесь я звездочка разрешенный переход нулём запрещен таким способом по второму правилу упрощенного что скалярное входит если есть два одинакового то мы можем сразу всю строчку заполнить а не по одной леточке заполнить таблицу а если бы таблица была 5 на 5 как в группе т.д. вашей третьей задачей нам пришлось 25 раз еще а так всего 5 потом вот это нужно умножить на д конечное и когда надо 2 или 3 умножать то точно скалярный будет а когда на д1 то точно не войдет парка на листу просто мы можем по-другому сказать если два одинаковых встречается представление то значит какой-то характер возводится в квадрат то если квадрат все числа положительные тогда на первую строчку точно не 0 будет вот так можно показать это правда в диспетре этого поля дальше 3 0 плюс 1 2 1 сгольная равняется вот 3 0 1 на первую строчку когда умножают будет 3 плюс 3 а на вторую строчку будет 0 получается таким образом разрешен перекод 1 и 3 вот последняя давайте 3 0 минус 1 умножим на 3 строчку на 2 минус 1 будет 6 на 0 3 0 на 2 минус 1is будет 0 и даже больше совсем 3 2 0 мир ing BT и 5 минус 1О Ignorant Л Bengal 1 Элиона 1 плюс 1 2 0 на 1 вторую тоже будет 1, но может быть ничем не отличается там вы отличаясь там выilt Таким образом, все вошли в размножение d1, d2, теперь если это умножить, хоть на d1, хоть на d2, хоть на d3, верно уже d0 войдет, может, будет какой-то характер. Вот вам полный принцип, это правило отбора, где полеговая симметрия треугольника, какие-то аммиак, какие-то переходы. Обычно, если на таблицу долго смотреть, надо формулировать правила словесными словами. Тут такое словесное правило, что запрещены переходы между одинаковыми размерами. Продолжение следует... Ну, это то же самое, как с нуля в ноль, переход запрещен в непрерывные группы. Ну, одномерные достаточно, соответственно, скалярные. Ну, с деполью, тот самый интеграл равен нулю. Ну, видите, группа не очень большая, у него всего шесть элементов. Он и не очень много чего запрещает. Почти всех, там, восемь из девяти все-таки придется вычислять. Правда? И другая аэкономия, матрица переходов, она всегда симметрична. Можно половину заполнить, надо диагонять, а остальное надо перенести туда. Ну, и вот, конечно, то, что я сказал, это не всегда вас будет словами стомулировать. Это я так сказал. Надо подумать. Ну, я не думаю, в задании, например, кому-то удастся формировать правила образа словами. Ну, я обязательно скажу, как это будет. Не так просто. Ну, вот мы закончили с вами первый раздел большой нашего сегодняшнего семестра, который называется «Пременительная теория Курп-писки». Мы с вами научились количественно отличать симметричную систему от менее симметричной, от более симметричной. Двумя способами. Первое. Это какие есть у нас представления какой размерности. Чем больше эти размерности, тем больше симметрия системы. И второе. Это, по-моему, количество компонент-тензоров. Вот, мы говорим, чем меньше компонент, тем более симметричная система. Мы даже, вот, интуитивно было заранее непонятно, какая группа более симметричная. Группа с запроводной трубой или треугольник. А треугольник оказался в полиции. И сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...